Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Катя Кауфман делится подробностями жаркой ночи с Винцеславом Вингржановским. У нас с Винцеславом была, ну, очень жаркая ночь. Было настолько горячо, что мы оба наконец-то решили раздеться. Но о подробности нашей огненной ночи вы все увидите в ночном эфире. Уверена, что этот отрывок из фильма 18+, не оставит вас равнодушными. Ваня Барзиков опубликовал видео, на котором Саша Задойнов резвится с Мариной Мексико. Он держит девушку за ноги и подметает пол ее волосами. Марине же, похоже, это нравится. Комментаторы разделились на два фронта в оценке происходящего. Фу, как это некрасиво, пишут одни. Что за отношения сейчас пошли? Чем унизительнее обращается парень с девушкой, тем больше он ей нравится. Мир перевернулся. Не уважение, не честь и недостоинство. Другие пишут, ребята жгут. Классная они пара. И Саше нравится Мексико, это заметно. Супер пара. Без Мексики скукота. Маринка лучшая. В одном из будущих эфиров дома 2, Саше Задойнову показали видео для взрослых его бывшей девушки Элины Камерен. Причем это видео продемонстрировали прямо на лобном месте. Саша был неприятно удивлен развратными кадрами, но он сразу же открестился от своей бывшей любовницы. Он напомнил всем, что с Камерена они давно не живут вместе, поэтому он не несет никакой ответственности за ее развратное поведение. Хотя Задойнову стоило бы подумать о том, какой пример перед собой видит его маленькая дочка Саша. Оля Бузова сделала интересное предложение Косте Иванову. Она продолжает играть роль дьявола-искусителя. И на этот раз, как рассказала редакция сайта Дом-2, Бузова решила испытать пару Костя Иванова и Саши Козиас. Она предложила Косте стать холостяком и отправиться на остров. Якобы Задойнов покидает остров, он сломал ногу и просится в Москву. «Вместо Саши мы можем отправить тебя, Костя», – сказал Абузова. «Других кандидатур у нас нет». Но на самом деле рокировка участников не планируется. Предложение Абузовой было всего лишь провокацией. Наталья Варвина опубликовала шутливое видео. «Сань, прости, сдаю тебя с потрохами», – написала Варвина. И якобы она показала подписчикам молодого человека Харитоновой. У Игоря Трегубенко был день рождения. Ему исполнилось 28 лет. Поздравляем! Катя Король публикует снимки со своим молодым человеком, за которого она собирается замуж. Правда, его лицо она старательно скрывает. Бывшие участницы проекта – Вика Романец, Алиана Устиненко и Саша Артемова встретились и провели время вместе. Встретились с девчулями, обсуждаем планы насущные. Собираемся в кино. Очень теплая и душевная встреча. Почувствуйте нашу любовь, – пишут девушки. Ольга Бузова параллельно всем своим остальным занятиям старательно раскручивает свою певческую карьеру. В ближайшее время она представит зрителям новый хит. Летом Бузова сообщала, что они вместе с Леонидом Величковским начинают записывать песню по звуке поцелуев. И сейчас их работа выходит на финишную прямую. Недавно покинувшая проект Руслана Мишина призналась, что ей неуютно в Москве. Столько свободы и независимости, а в душе все-таки одиноко. Поймала себя на мысли, что хочу увидеть родных и безумно хочу в Краснодар. Женя Гусева продолжает свое увлечение живописью. Она поделилась со своими подписчиками новой картиной. Моя новая картина – Блуди Доминант. Ни в одну из своих картин я не вложила столько своей энергии, сколько в эту. Это просто мое хобби, строго не судите. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.